День народного единства в Туве отметили массовыми гуляниями. На площади Арата собрались гости и жители Кызыла, которые могли принять участие во многих народных играх. Также для зрителей был организован праздничный концерт. С номерами и поздравлениями выступили заслуженные артисты республики и ансамбли народных песен и танцев. ПЕСНЯ После концерта в Национальном музыкально-драматическом театре республики для всех желающих прошла выставка-дегустация национальных подворий, а также экспозиция предметов декоративно-прикладного искусства и народно-художественного промысла. Вот в таком масштабе, на моей памяти, больше десяти уже. Именно вот когда мы собираем землячество с подворьями, с большим гулянием. Просто раньше мы это все делали на улице, и так как сейчас уже холодно, это такое героическое усилие было и над землячествами, и над гостями. И гости всегда получали замерзшие угощения. ПЕСНЯ Представители киргизского землячества представила национальные угощения, главные из которых это блюда из конины – чучук, манты и традиционный борсок. В интернациональном мероприятии диаспора принимает участие не в первый год, где знакомят зрителей со своей культурой. Киргизская диаспора у нас здесь занимается мало того, что строительством, медициной, народным образованием, торговлей. Кроме этого, еще мы на таких мероприятиях не оставляем пустую. Стараемся показать свои блюда национальные. Также участниками выставки стали Центр развития тувинской культуры и ремесел, Центр русской культуры, Армянский центр «Звартноц», Киргизский культурный центр «Достух», Якутское землячество и многие другие. В День народного единства всех присутствующих поздравил глава Тувы Шалван Караул. Он отметил, что для многонациональной Тувы тема народного единства особенно близка и понятна. Дорогие земляки, гости нашей республики, позвольте всех вас от души поздравить с нашим днем, с Днем народного единства. Праздник молодым, но уже полюбившимся всем нам, россиянам, всех поколений. Поскольку он, с одной стороны, вызывает гордость за славное прошлое, с другой стороны, обращен в будущее. Зрители ждал сюрприз, который подготовили Ассамблея народов России и Ассамблея народов Евразии. Это поздравление космонавтов с Днем народного единства. У нашей Родины героическое прошлое, интересное настоящее и поистине космическое будущее. Мы, космонавты Роскосмоса, гордимся Россией и делаем все, чтобы Россия гордилась нами. Мы, россияне, наша Родина многонациональна. Мы говорим на десятках языков, у нас разные традиции и верования. Конечно, все мы разные, но главное то, что мы едины. Едины в своем желании быть вместе и жить в согласии. Едины в заботе о нашем доме. Едины в стремлении защитить его и сделать его лучше. Праздничные события продолжили балом национальностей. Он проводится впервые агентством по делам национальности республики и, возможно, станет традицией празднования Дня народного единства в Туве. Напомним, праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под предварительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.